Дорогие братья, рад вас всех приветствовать и видеть. Слава нашему Господу! Я один из тех, о которых сейчас брат Борис говорил. Почти 40 лет назад, в следующем году будет, вот в наступающем году будет 40 лет, как я приехал в Эстонию жить. И я действительно, я не знал, что есть такое детское служение, хотя мне уже было 14 лет почти. И я не знал, что такое есть детское служение. Я ни разу не был на молодежном служении. А когда ты видишь столько братьев в такой маленькой стране, как наша страна, друзья, это просто чудо и благодарение нашему Господу. Итак, друзья, мне хочется прочитать одно место священного писания. И это Ефесянам 4 глава, 27 стих. Ефесянам 4, 27. Оно настолько такое короткое, и мы немножко от него оттолкнемся, чтобы нам побеседовать сегодня. Он настолько короткий стих. И не давайте место дьяволу. Очень хорошо для нас известно это место. И на него хочется мне сегодня, друзья, побеседовать вместе с вами. Потом помолиться еще нашему Господу. Представить себя Господу, чтобы Господь нас всех благословил. И укрепил, чтобы нам быть мужами сильными. Мы не только физически, но и духовными мужами. Потому что всех нас призвал Господь к этому чудному и славному служению. Потому что мы призваны с вами. Не потому, что нам где-то в чем-то повезло. Потому что Господь определил всех нас. Слава Богу, братья, за то, что Бог определил нас для этого чудного и славного служения. Итак, прочитав этот стих, мы видим, что сатана просто так. Он не может войти в жизнь человека. Он не может иметь какой-то доступ. Он не может просто вот так вот, как ему хочется поступать с человеком. Здесь апостол Павел предупреждает, не давайте места. То есть, это у нас есть право и основание думать о том, что если только человек не разрешит, если только человек не откроет двери сердца своего, если только человек не даст такую почву благоприятную, дьявол, он не имеет права касаться нас. Он не может. Поэтому помоги нам, Господь. Одно из направлений, потому что сейчас конкретно, я даже не смогу сегодня ответить полностью на этот вопрос. Это не односторонний вопрос. Но одного момента мне очень хочется. Это мне легло на сердце. Очень легло на сердце. И мне хотелось бы сегодня поделиться вот этими мыслями, которые есть у меня. Не давать место дьяволу. И одно из таких направлений, которое, вы знаете, друзья, оно очень опасное. И в данный момент оно очень популярное. И настолько, вы знаете, оно убеленное, что многие, они не могут разобраться, не разобраться, что они дружат. Дружат или подают повод, чтобы дьявол имел доступ к ним. Вопрос, о котором сегодня мы будем говорить, одно из направлений, не давайте место дьяволу, это как отступничество. Это страшно. Это очень страшно, друзья, потому что это не идет разговор о том, что люди, они уйдут от Господа. Нет. Здесь не говорится о том, что люди оставят церковь и уйдут. Нет. Здесь мы коснемся некоторых, хоть и таких тонкостей, на которые, вы знаете, дьявол имеет доступ и сегодня имеют колоссальный успех, где люди, они потеряли свое духовное зрение. Вчера немножко был, немножко коснулись на молитвенном служении у нас этот вопрос, когда у человека теряется зрение. Выписали очки, с очками ходят, читают. Да, это вроде бы резкость наводит, но тогда, когда человек, он теряет духовное зрение, вы знаете, здесь очень опасно. Опасно тогда, когда человек не видит, ведь он может что-то с чем-то перепутать. Ведь когда у человека такое зрение, оно притупленное, человек, он может не видеть, и споткнуться, и упасть. А это уже проблема. Это может быть очень больно. Поэтому, друзья, мы коснемся сегодня этих вот вопросов и начнем с места священного писания. Это притча, 14 глава, 14 стих. Написаны такие слова. «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих». Итак, братья, развращенное сердце. Есть Библия, она как английская, и вот там описывается, что человек с развращенным сердцем, в переводе на их язык, это человек-отступник. Отступник. То есть человек от чего-то отступился. И вот когда человек от чего-то отступился, на немножко градусов ушел влево или вправо, вроде бы оно совсем и не видно. Ну подумаешь там, допустим, 0,5, а в конце пути, это будет большое расстояние от того места, где человек должен прийти. Итак, мы видим, что в притче он говорит о том, что человек с развращенным сердцем, он насытится от путей своих. Очевидно, мы видим, друзья, что люди, они насыщаются. Насыщаются отступники, они насыщаются и даже находят в чем-то, какое-то удовлетворение. Удовлетворение. Итак, друзья, человек, который отступил от Господа, это, можно сказать, такое определение, это когда человеку находится вне, то есть не в общении с Господом, а он находится вне общения с Господом. Мы будем молиться, и цель нашей молитвы будет, чтобы Господь нас воскресил, чтобы Господь открыл наши духовные глаза, чтобы Господь благословил, потому что, братья, на нас Господь положил очень много и очень важное. На наши плечи Господь благословил этот труд. Многие сидят здесь, которые имеют семьи, которые дедушки, и на наших плечах лежит очень большое то, что Господь доверил нам. Здесь сидят очень много братьев-служителей, не только здесь впереди, но и в зале сидят. Очень много братьев-служителей еще сидят. Поэтому, дорогие братья, помоги нам Господь, чтобы нас Господь благословил, чтобы нас Господь благословил. Итак, следующее место Священного Писания мы будем читать. 1 Коринфянам 10 глава 12 стих. 1 Коринфянам 10-12. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И притчи 16 глава 18 стих мы прочитаем. Погибели предшествуют гордость, и падению надменность. Мы видим, друзья, что вот эти вот качества, о которых мы сейчас говорим с вами, оно, это духовная сторона. Те вещи, вот вопрос как гордость, те вещи, они находятся внутри человека. Человек гордый. Он не может показать. Если человек, он гневливый, если человек сварливый, если человек злой или какой-то, вы знаете, кощунник какой-то, поведение у него некрасивое, оно выражается. Даже иногда, вы знаете, видно человека, которое оно выражается снаружи. Человек кричит, человек неадекватно ведет себя, оно показывает, какой он. Но есть вот это вот внутреннее и сокрытое, которое постепенно, оно разлагает человека. Я недавно вычитал такую одну мысль, она мне очень понравилась, что гордость, гордость, она сделала одного из ангелов, у которого было имя Деница Сын Зари. Мне настолько было интересно, я немножко был увлечен этим вопросом. Деница Сын Зари, вы знаете, это был один из самых таких красивейших ангелов. Это был, имея такую красоту и величие, и в одеянии, и в статусе своем, который допустил в сердце своем, что я поставлю свой престол на краю с севера, и буду подобен Богу. Да, действительно, у него было это основание, потому что, очевидно, он видел вокруг себя окружающих других ангелов, что они были не таковые, какой был он. Так вот, друзья, гордость из этого ангела, я так скудно нарисовал эту характеристику этого ангела, что он из него сделал, это гордость сделала дьявола. Из этого ангела гордость сделала дьявола. Гордость она выгнала первого человека из Едемского сада на эту землю, то есть вне. Человек попал туда, это гордость сделала. И следующее, что делает гордость, из Едемского сада уже человек изгнан, а теперь гордость она хочет из этой земли выгнать человека в ад. Ну, а дальше вы знаете, и смерть, и ад, они были взяты и брошены в озеро огненное. Итак, друзья, мы видим, что вот это скрытое, вот это то, что оно может быть даже наружно, оно и не видно, но это страшное положение, когда человек, он может попасть в него, и таким образом он дает место дьяволу. 1 Тимофея 4 глава, 1 стих, 1 Тимофея 4, 1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимают духом обольстителям и учением бесовским. Наступит время, в которые люди, они отступят, некоторые от веры. Люди отступят от веры, друзья, и это говорится о том, что люди, они отступят, не то, что, как я уже сказал в начале, они от Господа оставят его и уйдут. Нет, они отступят от такого чудесного благословения, которое Господь определил через священные писания. У каждого из нас есть вера личная по отношению к Богу. Вот эти вот чувствования, это любовь, то, к чему мы стремимся, то, чего мы достигаем. И вот здесь как раз оно притупляется, потому что в последнее время дух об этом говорит ясно, что в последнее время многие, они отступят от этой истины, они отступят от этой личной веры, то есть то, что Бог однажды дал этот дар, вы знаете, человек, он может потихонечку терять. Я часто повторяю своим детям такое высказывание, потому что есть дети, есть очень много внуков, за которых переживаешь. Некоторые, вы знаете, стараются, некоторым нужно подтянуться. И вот как-то мы любим собираться, это бывает очень редко, в основном на Рождество, и то не всегда мы встречаемся вместе. И вы знаете, люблю повторять такое одно выражение, когда в термос наливается кипяток, не холодная вода, а кипяток наливается, чтобы где-то в дороге, чтобы, вы знаете, в любое время нажал кнопочку, налил кипяточкой и попил чаю или кофе. Со временем с этого термоса уходит это качество кипятка. Оно становится холодным. Так вот, вы знаете, приблизительно, приблизительно, оно где-то так, что вот это вот однажды, первоначальное, я имею против тебя нечто. То есть человек потерял эту первую любовь. Человек теряет эту веру. Человек теряет это отношение с Богом благодаря только, вы знаете, когда у человека это духовные глаза, они притупились. Притупились. Чтобы этот кипяток, он оставался в термосе, его нужно подогревать и вновь. То есть нам нужно возогревать вопрос. То есть здесь идет о том, что, друзья, работа, работа и еще раз работа. Поэтому помоги нам Господь. И самое еще, друзья, то, что наступает, что люди, они будут обращать внимание на тех людей, которые обольстились. Обольстились они чем-то. Обольстились какими-то людьми. Обольстились каким-то учением. Потому что, вы знаете, человек, он всегда, всегда он способен или всегда он ищет того, что у него по силам. Когда разговариваешь с людьми и беседуешь с ними, он говорит такие слова, что у меня не хватает сил, у меня не хватает мужества. Мне кажется, что я не дойду. Мне кажется. Я не знаю, братья, даже этот вопрос не буду задавать, кто из нас сегодня сможет смело сказать, что я силен, и я устаю, и я дойду. Конечно, мы это скажем, что мы с помощью нашего Господа дойдем. И многие, сидящие на этом месте, мы понимаем, что этот путь, как братский путь, он тяжелый путь. Потому что для нас Господь определил другое служение, очень важное служение, чем по отношению к сестрам. Мы сегодня будем говорить об одном имени, на что мне очень хочется обратить наше внимание. Месяц назад у нас было сестринское служение, и мы там говорили об одной удивительной женщине, имя которой было Сара. И вы знаете, когда, перечитывая вот эту вот историю, как Авраам относился к ней, когда он приходил, и это было неоднократно, он говорил своей жене, эту женщину, которую он страстно любил, она была и станом, она была и видом, она была просто прекрасной женщиной, и он как мужчина, он прекрасно понимал, что если он входит в какой-то город, мужчины будут обращать на нее внимание. Ну и очевидно, много этих вот людей найдутся, которые могут его уничтожить, а эту женщину взять себе в жены. И он говорит ей такие слова, скажи, что ты мне сестра. Я не буду дальше говорить, я только хочу сказать одно, что вот мудрость этой женщины, она повиновалась своему мужу, вот так, как сказал он. Она шла в эту опасность, в эту опасность. Но я допускаю эту мысль, что Господь был с этой женщиной, потому что Бог определил ее, чтобы она была этой мамой, этого многочисленного народа, который Господь также определил. Чтобы она была этой благословенной женщиной, женщиной как послушницей своему господину, своему мужу. Несмотря на то, что вы знаете такие страшные дела, которые говорил, или которые делал Авраам по отношению. Я уверен, что Авраам знал, что Господь защитит ее, но почему-то он беспокоился больше о себе, чтобы жива была душа моя, чтобы благодаря тебе и мне было хорошо. Сделай вот так вот и вот так вот. Да, ее брали, но Господь был на ее стороне, и Господь ее защищал. И она стала этой прекрасной мамой, этой женщиной, на которую сегодня смотрят, как женщина, которая подчинилась, несмотря ни на что, несмотря на эти предложения, которые делал муж. Можно так сказать, эти глупости, которые он заставлял ее делать. Это страшное положение, чтобы вот так вот отдать, чтобы ему было хорошо, а жену свою отдать в руки этих людей, этих нечестивцев. Но она повиновалась во всем. И Господь ее в этом благословил. Он ее сохранил. Вы знаете, братья, я хочу сегодня обратиться вот по этому поводу. Как хорошо тогда, когда мы благословенные Богом братья, которых Господь наделил этой мудростью Божией, и чтобы нам, вы знаете, смотря на эти вот рассказы, на вот эти вот поступки, чтобы нам поступать мудро, чтобы нам и говорить мудро, и чтобы в наши семьи они получали это Божье благословение. Потому что мы как братья, мы источники этого Божьего благословения, мы священники, которых поставил Господь, которых Господь уже определил и доверил этих женщин, доверил этих детей, может быть, этих внуков. Кто-то может быть сегодня еще свободный от этих уз, но это наше определение быть этим Господином в наших домах. Поэтому сегодня очень страшное положение, когда в основном мы видим вот это вот отступничество, которое оно пришло на эту землю. Немножко разбираясь или копаясь в этом вопросе, эта Библия говорит о том, что в последние дни, да, этим первым, самым таким первым признаком перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа, это, друзья, оно будет отступничество. Где люди, они отступят, так как мы сейчас прочитали 1 Тимофея 4.1. Люди отступят от веры, люди отступят от этой истины. И к большому сожалению, друзья, что во многих церквях, во многих местах появятся такие люди, которые были раньше помазанные Богом, благословенные братья, может быть, даже и служители, но которые отступили от этой веры, отступили от этой истины, которые, вы знаете, обольстились этими ложными учениями, обольстились этими страшными ложными учениями. И они увлекают за собой многие души, многие души, которые, смотря на них, на их, может быть, подвиги веры, на их, может быть, благословенные проповеди. И они увлекают за собой этих малых, обольщая их. Вот такое страшное время, об этом бы даже не хотелось говорить, но я очень рад тому, что сегодня мы собраны, и я очень рад тому, что Господь сегодня дает нам эту возможность молиться нашему Господу, говорить сегодня на эти темы, чтобы Господь сохранил нас, чтобы Господь пробудил нас, чтобы Господь благословил нас, потому что, братья, нас ожидает небо. Это наше с вами определение, небо, которое ожидает нас, нас и наши семьи. Поэтому, друзья, отступничество – это уклонение, уклонение от Господа. Уклонение от Господа, и мы прочитаем следующее место, Третье царств, 11,9. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева». Мы видим, друзья, он не отошел от Господа. Мы только такие вот вещи говорим, как отступничество, что Соломон – это был благословенный Богом человек. Ни до, ни после такого мудрого. То, что Бог дал ему – это определение, которое построил храм Господу. Мы видим и прочитали с вами, что Соломон уклонил сердце свое от Господа. На это были какие-то причины, на это были какие-то факторы, что, очевидно, сердце его, оно к чему-то прилепилось. Сердце его что-то полюбило. И вот эти вот градусы, о которых мы говорили вначале, он потихоньку начал уклоняться от Господа, от этой правды. А не всегда сатана показывает конечный результат. Не всегда сатана приходит к человеку в этой славе своей или в этой всей красе, обольщая, обольщая чем-то или кем-то. Мы видим, что человек, он потихонечку уклоняется от общения с Господом. Благодаря этому, друзья, христианин потихоньку, он начинает отходить от Господа. Это дело не одного дня. Это дело не одного даже месяца или года, где человек потихонечку-потихонечку отходит от Господа. Откровение 2 глава, 4 стих. Он пишет такие слова, что, но имею против тебя то, что ты оставил. Обратите, братья, внимание, вот эти вот положения отступничества. Уклонил свое сердце. Здесь мы видим, но имею против тебя то, что ты оставил. Оставил. Тот человек может оставить, который имел. Тому человек, который не имел, он не может его оставить, потому что у него этого не было. Но то, о ком здесь написано, он имел. И он, очевидно, он был в этом богат. Но здесь написано, но имею против тебя. На Соломона Господь прогневался. Здесь Бог говорит, я имею против тебя, потому что ты оставил вот эту вот первую любовь, которая у тебя была по отношению к Богу. Всегда может быть, вы знаете, может быть, приходит страх. Иногда, вы знаете, человек, он страшится этого и божится этого. Господи, я вижу, я вижу, что у меня уже не то стремление и любовь к тебе. Но самое страшное, то, о чем сегодня говорится, у человека притупляется это зрение. И самое страшное, то, что сатана показывает подобных тебе людей. Посмотри, но ведь и он такой же самый. И он такой же самый. И поэтому тебе нечего горевать. И вот здесь начинается это страшное, когда человек берет свою руку кисточку, макает ее в белую краску, и то, что для него было страшным, он потихоньку начинает. Уклонился, отступил, он потихоньку начинает этот грех замазывать. Замазывать. Это так я прообразно говорю, но вы знаете, братья, оно приходит. Человек, он свыкается, человек, он привыкает к этой обстановке. И потом смотришь, когда-то в твоих глазах это был грех, когда-то в твоих глазах это было преступление, это было гнусно, а потом смотришь, ты второй раз уже легче делаешь, а третий раз вообще уже легко это делается. Попробуйте четыре дня подряд не почитать Слово Божие. Если кто стабильно каждый день читает и один день он пропустил, допустим, ну, чем-то был занят, с раннего утра выехал и поздно ночью приехал, где просто катастрофически спать хочется. Вы знаете, человек ложится спать, и он не может уснуть. Может быть, это привычка, может быть, это что-то, что он не сделал, и его это тревожит. Второй, третий день, четвертый, пятый, вы увидите, это очень легко будет делать. Ничего, в следующий раз. Завтра я почитаю. Поэтому, друзья, мы говорим об этом, уклонился, отступил, и здесь Господь говорит о том, что вот эти вот люди, они отходят от этой простоты, вот этого евангельского учения, к такому положению, где Господь направляет человека ко спасению, вот этим Божиим путем, и человек избирает другой путь, уклоняется, отходит. Вот это настолько все просто, вот это настолько все, вы знаете, что неопытный пойдет и не заблудится, оно настолько все просто, но человек он уклоняется, он ищет, чтобы ему было немножко легче, и вот этот поворот он включает какой-то, объезжая что-то, какое-то препятствие, какие-то действия, поэтому помоги нам Господь. Отступничество, оно никогда не приходит внезапно, из этого прочитанного, друзья, мы видим, что оно никогда не приходит внезапно, оно приходит постепенно, и вот таким образом человек потихоньку, потихоньку открывает или другими словами дает место дьяволу. Не сразу, потихонечку откроешь окошко, зайдет холодный воздух или свежий воздух, откроешь больше, туда вообще зайдет целый поток. И будет очень холодно в комнате. Вот так вот приблизительно, друзья. Привык, потихоньку открыл, привык, и потом вообще человек замерз. Помоги нам Господь. Второй фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих, он говорит нам такие слова. Да не обольщает вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и откроется, и не откроется человек греха, сын погибели. Вот это вот, друзья, тайна беззакония, она уже в действии. И вот это было основанием то, что было сказано, что в последнее время, перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа за церковью, будет массовое отступление от этой веры, от веры Слова Божия, от этой отступления, от этой истины, люди будут обманывать себя, то есть обольстившись, это обманутый человек, который обманет сам себя. Совсем недавно я слышал один вопрос одной сестры, которая, можно сказать, с детства верующая, родилась в христианской семье, ну, так как я ее знаю, она уже давно в церкви, давно в церкви, и как-то так получилось, она задала такой один вопрос, а вы что, хотите сказать, что только ваша церковь, она является членом той церкви, я не буду называть этот город, просто была встреча с одной сестрой, а вы что, что только ваша церковь одна спасется? Она немножко меня выбила из колеи, зная, что она давно как верующая, и вот таких простых элементарных вопросов, вопрос вознесения и вопрос спасения, очевидно, она была далеко от такого понятия, вы хотите сказать, только ваша церковь одна умная, и только ваша церковь одна спасется, она не понимает, что такое вопрос спасения, поэтому, братья, помоги нам Господь, помоги нам Господь, вот именно быть этими людьми, чтобы нас никто, то, что мы сейчас прочитали, чтобы нас никто никогда не обольстил, потому что придут эти дни, придут вот эти вот время, где наступят времена эти тяжкие, и так, я говорил, мы сегодня обратим наше внимание на одного человека, которого, вы знаете, тоже было Божье определение, Господь его любил, Господь его благословил, имя этого человека Лот, Лот, и давайте мы прочитаем, друзья, места некоторые из Священного Писания, где этот человек, у него вся жизнь, она была построена на каких-то аспектах, где впоследствии он попадал в беду, он имел общение с благословенными людьми, мы знаем Авраам, и мы знаем Лот, это были родственники, это были благословенные люди, которых Господь определил и благословил, и вот первое, первое, то, что у него было одно нехорошее качество, я так назову его, друзья, потому что когда мы будем читать, мы поймем это, первая ступень, которая привела его к этому отступничеству, это как жадность, давайте мы прочитаем Бытие 13 глава 10 стих, Бытие 13 10, Лот возвел отче свое и увидел всю окрестность иорданскую, мы не будем дальше читать, кто читает Библию, тот прекрасно понимает, о чем там идет разговор, там идет разговор, когда Авраам с Лотом, помните, если ты пойдешь направо, я пойду налево, если ты пойдешь налево, я пойду направо, то есть был выбор, и Богом благословенный человек дает право, ты выбирай, и вот здесь что делает Лот, он возвел свои глаза и посмотрел, посмотрел и увидел всю окрестность иорданскую, и что он там увидел, он там увидел территорию, которая говорила о том, что это очевидно, очень хорошая земля, и плодовитая, и там злачные пажики могут быть, и для скота хорошо, да в принципе, и вы знаете, и город рядом находится, и вот он выбирает, то есть он увидел, он определил, мне очень интересно, вот хотелось бы посмотреть вовнутрь или даже можно простить за это слово в мозги Авраама, почему ты так на все смотрел просто, почему вот этот человек, если так можно назвать, материалист, которые вот видели его глаза, и вот он посмотрел и увидел, что вот здесь вот можно что-то взять, братья, понимаете, здесь нет никакого криминала, здесь нет никакого преступления, ведь, пожалуйста, выбирай, ты туда, я пойду туда, не было это грехом, но вы знаете, вот тут, вот за этим всем стоит что-то, мотив, так назовем его, и вот это мотив расположиться, определиться, вы знаете, чтобы твои просторы, они размножились, и он посмотрел, и сразу же своим опытным взглядом посмотрел на эту территорию, и он определил, что здесь здесь можно что-то с этой земли иметь, и он выбирает эту сторону, итак, первое, то, что он, вот это вот первое, теперь это, мы как про образы это смотрим, самое страшное, друзья, что самые вот глаза, первые глаза, они начинают потихонечку человека отводить от Господа, вот глаза видят, глаза что-то определяют, глаза имеют эту информацию, и вот это вот глаза человека, они начинают потихонечку отводить, первые, что первые глаза, они уводят человека от Господа, давайте мы, друзья, прочитаем Слово Божие, 1 Тимофея 6, 8, 1 Тимофея 6, 8, но я хочу предупредить, братья, кто-то занимается своим бизнесом, у меня сегодня нет никакой цели, сегодня говорить, оставьте и убегайте этого, я это хочу смело сказать, я просто хочу сегодня, я себе говорю в первую очередь, чтобы нам обратить наше внимание, чтобы мы не попали с вами в беду, чтобы мы не попали в это общество отступников, которые отступили от Господа, и сохрани нас Господь, потому что настанет время, где придут эти обольстители, не хочется повторяться, где придут обольстители и обольстившись многие отступят от веры, потому что будут и чудеса и знамения приводить, поэтому 1 Тимофея 6, 8, имея пропитание и одежду, будем довольны, здесь определенное, определенное, друзья, такое направление, где Бог дает, вот через апостола Павла к Тимофею, такое направление, что оно самое такое нормальное, самое такое нормальное, где человек, когда он что-то имеет, будь доволен, и вот, когда человек, он в малом, он в малом доволен, в малом остается верным, вы знаете, Господь может, Господь может больше дать человеку, он даст еще ему несколько городов, чтобы он управлял, ведь это, друзья, городами, таланты какие-то Господь может дать, чтобы человек еще больше трудился, трудился, потому что вчера у нас были на служении сказаны золотые слова, не обстоятельства управляют человеком, а человек способен управлять вот этими всеми обстоятельствами, поэтому самое такое центральное направление, самое правильное, когда человек, он имеет одежду, пропитание, быть довольным человеком, когда смотрят его глаза, а тот немножко больше имеет, а у того немножко лучше, и вы знаете, в сердце начинает, и хочется, хочется, да, все мы люди, все мы люди, хочется что-то лучше иметь, что-то больше, но вот это вот взгляд, вот это первоначальное, когда он уводит человека от Господа, я думаю, друзья, эта мысль понятна, второй шаг, который сделал лот и отступил от Господа, это, мы поняли, друзья, это был его выбор, это то, о чем мы говорили, это был его выбрал, потому что лот выбрал место поближе к земле, которая была прекрасная, это была равнина, это там можно было шатры раскинуть, да и там и гор не было, там не было гор, это был его выбор, что он там расположится, и как мы уже слышали, друзья, он там будет жить. Иисус Навин, 14 глава, 12 стих, и так, дай мне эту гору, там говорится такие слова. Давайте мы, друзья, обратим наше внимание на то, что Халев, он смотрел, когда на Господа, он смотрел на эти высоты, он смотрел и целился, и он устремлял взгляд свой на эти вершины гор. Очевидно, он что-то видел, потому что, да и Слово Божие говорит, когда мы поднимаем глаза наши горам, откуда приходит помощь наша. Мы потом дальше эту мысль поймем. Мы видим, что Лот, он направил свои глаза немножко ниже. Если этот человек Божий, он смотрел на эти высоты, то этот человек, противоположно этому человеку, он смотрел на эту низину, на эту равнину, где не было этих гор. У него были планы. Поэтому мы знаем, что Авраам, который выбрал эту сторону, мы видим, братья, что Господь его благословил, настолько благословил, потому что Бог был с Авраамом, и Господь его так благословил, что Авраам процветал и радовался, будучи, имея жизнь в этих горах. Он радовался Господом. Дальше, братья, следующий шаг, который был сделан лотом, это была его ошибка или отступничество было, это когда он разбил свой лагерь возле Содома. Давайте мы прочитаем Бытие 13, глава 13, стих. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И вот здесь, вот здесь страшное, что происходит у этого лота, он находит компромисс. То есть, он договаривается с жителями этого города. С жителями этого города. Один, это один из самых наилучших способов, которые, вы знаете, друзья, владеть этим миром и смотреть на этот мир. И когда человек вовлекается в то, что в этом мире, это такой один из способ, он наилучший способ, где, когда человек, он, вы знаете, смотрит, находит какой-то договор с этим миром, когда он ходит в эту, или сливается в эту среду и начинает быть похожим, как этот человек. При всем этом он не отступает от Господа. В сердце своем он знает, что Бог есть Бог. Но вот эта жизнь его, эти взгляды, эти выборы, этот компромисс, почему-то вот эта сторона, вот эта сторона, вот эта земля, которая равнина, спокойно, хорошо, где можно спокойно жить, не надо подниматься по этим горам, не надо подниматься по этим трудностям. Да посмотри сегодня легко, свободно, служи своему Господу, зачем сегодня падать в какую-то панику? Здесь у нас был недавно брак, неделю назад, и одна молодая сестра, которой вот буквально будет 18 лет, ну просто она такая очень интересная судьба у нее, очень интересная, даже бы сказал бы тяжелая судьба, я подозвал ее, говорю, а скажи мне, пожалуйста, один вопрос, только честно, вот только честно скажи, она хорошо, дед Саш, я тебе отвечу, я говорю, скажи мне, пожалуйста, я, потому что, почему я обратил внимание, она прибежала, бракосочетание самого как служение закончилось, и дело приходило к пиру, и вот она подбежала там к зеркалу, я стою, смотрю на нее, она подбежала к зеркалу, и покрывает голос свою косыночкой, мне настолько это было приятно смотреть на это, она не член церкви еще, она только хочет в этом году проситься, то есть в следующем году, в начале года, она хочет проситься, я говорю, а скажи мне, пожалуйста, почему ты это делаешь, зачем ты покрываешь голову свою этим покрывалом, потому что так положено в церкви у нас, или ты, что-то в тебе это, она говорит, вы знаете, дитя Саш, не в том дело, что, я понимаю наше положение в церкви, я уже давно в церкви, я это делаю не потому что так положено, потому что я читала Слово Божие, и Слово Божие, оно говорит об этом, мне настолько понравился ее ответ, что это Слово говорит, но она призналась, я полностью не понимаю, но я знаю, что так должно быть, потому что это очень ценно пред Господом, мы немножко так, имея время, побеседовали с ней, но я хочу быть послушным, так как написано Слово Божьему, иногда смотришь, я это говорю не в осуждении, иногда смотришь, вы знаете, как будто бы это нужно на голову одеть какое-то такое покрывало, которое килограмм 16, что это тяжело, голова будет болеть, шея будет болеть, спина будет болеть, вот как будто бы это иго какое-то, люди избирают легкий путь, люди избирают легкий путь, но есть люди, которые не смотрят на эти равнины, они смотрят на эти горы, они прекрасно понимают, хочется быть как все, но как все нельзя быть как все, нужно быть так, как приводит Слово Божие, как приводит Слово Божие и так, как оно учит, да, это горы, да, это горы, и вот мы видим, друзья, что Авраам, который выбрал, выбрал этот путь, потому что ему было все равно, если посмотреть вовнутрь, вот, о чем ты думал, он вообще, мне так кажется, это моя мысль, мне кажется, он даже не переживал, он даже не переживал, смотря на него, когда ангелы сказали, мужи сказали, у тебя родится сын, там написано, он даже и не помышлял о том, как это вообще будет, он прекрасно понимал, что он человек стар, жена его, она не в том возрасте, чтобы уже родить, он это прекрасно понимал, но там написано, у него был характер, он прекрасно понимал, что, как это возможно, но он даже об этом и не помышлял, он даже не загружался, голову свою не гружал, потому что так сказал Господь, и будет именно так, как сказал Господь, перед тобою эти горы, перед тобою эти, может быть, скалы, но он знал, что бы там ни было, какие бы там не были пути мои, не равнины, а может быть, подъемы, спуски крутые, если Господь со мною, то и жизнь моя будет благословена, потому что Бог со мною. Дальше, друзья, другая ошибка, которую допустил Авраам, допустил Авраам, наступило время, когда, бытие 14 глава 11-12 стих, нечто произошло страшное в жизни Лота, он был захвачен врагом, он был захвачен врагом, бытие 14 глава 11-12 стих, победители взяли все имущество Содома и Гоморы и весь запас их и ушли, и взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. И теперь стоит такой вопрос, если человек находится близко со грехом, если человеку находится слишком близко вот именно с этим положением, которое приведет человека ко греху. вот это, друзья, уже последствия. Вначале посмотрел, вначале второй шаг, он сделал выбор, потом он нашел компромисс с людьми, подружился с ними, а чего, нормально все, вроде бы ничего, вы знаете, ничего страшного не было. Вот такое было постепенное, план, который созрел, который он вынашивал и потом запустил его в дело. А потом мы видим, друзья, уже пришли последствия. Пришли враги, захватили, ограбили и Лота собою прихватили. И все, что с ним. Когда человек, он находит компромисс, когда человек, он находится рядом с каким-то грехом, каждый знает свои слабости. Ведь, братья, у нас есть свои какие-то слабости. Если бы мы были такими деревянными, как это вот дерево, было бы намного легко. Вот оно стоит, и у него нет никаких чувств. Но есть какие-то слабости. И вот иногда человек, он разрешает себе, разрешает себе. Ничего страшного. Ничего страшного. Один молодой человек недавно сказал такую мысль. Совсем недавно. А я думал, что я сильный. Я думал, что я не сделаю этого. Никогда человек, он не думает о том, что то, к чему он подойдет, последствия будут страшно горькими. Они будут опасными. Последствия. Если бы человек, он видел то, что он хочет сделать, и видел конец, он бы убежал бы. Но есть, друзья, мудрость. Мудрость, которая предупреждает нас. И вот эта вот мудрость, о которой мы сейчас говорим, это библейская мудрость. Когда человек, он близко к этому греху, когда он знает свои слабости, но почему-то его тянет туда, и он потихонечку приходит. Ну, рядышком постою. Рядышком, вы знаете, может быть, какую-то кнопочку нажал. Ну, подумаешь там, зашел по делу в интернет. Допустим, что-то начал. А потом, вы знаете, кнопочка за кнопочкой, кнопочкой за кнопочкой. И все. Когда человек находится рядом, лежащий ему, или находит какой-то компромисс, он потом попадает в плен. Он попадает в плен, а из этого плена, братья, поверьте, поверьте, страшно возвратиться. Особенно тогда, когда Бог однажды освободил человека от греха. Библия говорит, многие были таковые, как вы. Мы были такие, как эти вот бывшие грешники. Но Господь освободил, просил, очислил. И иногда просто люди, просто люди, они не бодрствуют, они не ценят этого. Они настолько близко подходят к этому. И им кажется, что все хорошо. Недавно разговаривал с одним молодым папой, у которого семья, дети есть. И вы знаете, он говорит такие вещи. И я думал, что я свободен от этого. Настолько сатана успокоился, настолько сатана отступил немножко, чтобы он подумал, что он уже сильный. Когда мы с ним разговаривали, он плакал и говорил, а я думал, я допустил такую мысль, что я уже сильный. И сегодня же, только разговаривали, и сегодня вечером он попал в беду. Он думал. Он думал. Вы знаете, вот сатана, он как рыкающий лев. Как рыкающий лев. Он ходит, ища кого поглотить. Особенно, которые определены для спасения. Поэтому мы видим, друзья, ту в беду, которую попал. Вот лот, это уже был захват. Это был захват. И пятое, друзья, пятое, оно называется как плоть. Плоть. Лот был членом городского совета, членом комитета, и сидел он возле ворот. Возле ворот Содома. Так как мы уже слышали, он нашел этот компромисс. Так как он уже договорился с этими людьми, он был членом городского собрания этого. И вы знаете, вот это вот худое сообщество, такое есть высказывание библейское, оно приобрело вот это влияние на этого человека. Оно приобрело. То есть он вошел, он уже вошел в эту среду, и сам лот, сам лот, он уже полюбил это. Он уже полюбил это, друзья, и вы знаете, Бог от него немножко отступил. Или Бог допустил это, потому что Бог, он знал, что этот город, он будет сожжен. Господь ненавидел этот город и грех, но почему-то этот человек, этого человека, его туда тянуло. Мы видим, друзья, вот эта пятая такая вот ошибка, она как плоть. Она как плоть, и вот это то, что человек, он иногда не может победить свою плоть. Иногда он ей уступает, иногда он ей дает все возможное, чтобы она успокоилась. Потому что плоть, она знает, у нее на этой земле жилище, оно временное. А дух человеческий, он беспокоится о том, что он будет вечно спроводить. И теперь вопрос, где он будет проводить вечность. Поэтому, братья, мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь сохранил нас, чтобы нам не прибегать, вот как народ израильский часто прибегал к этим глже-богам, к этим учениям, чтобы мы не искали подобных себе людей, которые, вы знаете, оправдали бы нас, чтобы нам быть честными по отношению к самому себе. Потому что всегда, когда, ну, такой есть один пример, мне очень он понравился. Не то, что пример, я просто видел на своих глазах один из наших братьев, я буду называть его имя. Он, когда сидел рядышком, мы так вместе обедали, и он говорит такие слова, брат дорогой, он был немножко в теле, я уже, может быть, рассказывал этот пример, он был такой в теле, и он видит, который брат напротив него сел, а у него немножко тело было чуть-чуть покрупнее. Он говорит, брат, другому этому брату, даже не представляешь, насколько мне приятно с тобой сидеть рядышком. Тот к нему смотрит, говорит, но я рад тоже с тобой сидеть. Да нет, говорит. Знаешь, почему мне приятно? Потому что, когда я смотрю на тебя, по отношению к тебе, я как дюймовочка. То есть, вы знаете, когда человек, он находит подобных себе, он радуется, что он не один. К нему приходит страх. Я думал, что я один такой, который попал в этот плен, но когда он находит еще многих таких людей, особенно уже будучи обольщенным человеком, это вообще, сатана имеет этот успех. Сатана отводит человека от Господа, и потом у него духовные глаза, они закрываются. Он вообще покрасил все, и он уже не способен ничего не видеть. Но благодарение Богу нашему, что Господь сегодня через священные писания, Он стучится в сердца наши. Слава Господу! И мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь открыл наши духовные глаза, чтобы нам воскреснуть, чтобы нас Господь помог пробудиться, потому что, братья, мы будем отвечать, мы будем отвечать сами за самих себя, мы будем отвечать за свои дома, за своих жен, за своих детей и внуков, потому что Бог определил нас, как ведущие, идти впереди, показывать этот путь, быть в проломе, а если мы сегодня, стыдно может бы даже и сказать, кто я есть на самом деле, то помоги нам Господь исправиться, и чтобы Господь укрепил нас и благословил нас. Преклоним наши колени и сердца перед Господом.